предлагаю программу сегодня отменить уже поздно мы в эфире а в чем дело что что он утром соль рассыпала потом черная кошка дорогу перебежала все говорит о том что день сегодня будет плохим это что это зеркало и пустое ведро все пропало передача идет всего полчаса постараемся опередить апокалипсис и сегодня поговорим о суеверии сегодня в программе гадаем колдуем и заговариваем какими приемами пользуются гадалки чтобы вы поверили в сверхъестественное первая любовь какая-то очень сильная была никак не отпущена и с ним сравниваете всех способны ли вера в чудо привести к победе появилась сила кубок помог где магия а где чистая психология помогут разобраться эксперты ирина чердынцева телесно ориентированный психолог может рассказать о судьбе человека не хуже гадалки ориентируясь лишь на его внешний вид жесты и мимику татьяна вставская врач невролог уверена что лечат не только лекарства но и слова виктор замалиев экстрасенс для него энергетический обмен чакры и заговоры не мистика работа казалось бы на дворе 21 век у нас есть интернет роботы ракеты летают в космос а мы продолжаем верить в то во что верили наши далекие предки вот как это объяснить кстати про ракеты и космос сергей королев всегда отменял старты по понедельникам и до сих пор в российской космонавтике понедельник не стартовый день а на космодроме в плесецке перед запуском на ракета-носители всегда пишут таня говорят однажды это не сделали и произошел взрыв не протон случайно был давай спросим у наших экспертов какие у вас есть профессиональные суеверия лично у меня нет суеверий не профессиональных никаких когда вы прописываете себе суеверия вот она начинает на вас работать все если кошка черно перебегает дорогу это плохо вот с вами в чем плохо и будет то что вы сами так решили татьяна как насчет профессиональных суеверий врачей я слышала что их множество вплоть до того что врачи не не меняются дежурствами это плохая примета меняетесь это неправда не правда хорошо какие есть но когда человек находится в реанимации в тяжелом состоянии стараемся родственникам не говорить что вот выздоровеет выпишется домой аккуратно говорим чтобы не сглазить да как бы получается не сглазить в энергетику верю действительно такой энергетический обмен между близкими людьми между подругами в это верю наверное верю в места с положительной отрицательной энергетикой в это тоже верю вот это самое основное кстати медики числятся в списке самых суеверных профессий туда же входят актеры пожарные и спортсмены мы воспользовались этой статистикой взяли одну вещицу немного пошаманили заговорили ее и проверили поможет ли она победить юным спортсменам смотрим наш первый эксперимент способны ли вера в чудо привести к победе проверим на примере игры в баскетбол две команды синие и желтые имеют одинаковый уровень подготовки но сегодня мы дадим синим козы этот кубок команда выиграла на недавних соревнованиях но после победы они его не видели мы возвращаем трофей и объявляем его тотемом отныне он будет помогать спортсменам и исполнять их желания которые они сейчас ему шепчут команда желтых играет без оберега и так турнир начинается в первом периоде синие одерживают безоговорочную победу а может кубок и правда волшебный мы играли лучше чем обычно на турнирах мы и что ты почувствовал после того как этот волшебный кубок побывал тебя в руках магию магию баскетбола мы просто начали играть выигрывать ну стали бодрее бегать у нас появилась сила нам хорошо кубок помог начинается второй период синие снова ведут кажется к концу игры магия кубка иссякла желтым удалось выровнять счет итог ничья впрочем причина произошедшего была быстро найдена и она тоже оказалась мистической после разминки мы бросаем всегда последний и это нам приносит удачу сегодня бросали сегодня нет наталья будет тренер юных баскетболистов какие-то приметы у вас есть перед игрой во время игры после я сама как бы больше скептик но с детьми невозможно работать не эмоционально и поэтому приметы всякие мы задаем действительно вот этот последний мяч начиная с самых маленьких баскетболистов мы говорим что последний мяч нужно забить забить для того чтобы все мячи летели в кольцо они в это свято верят заканчивая самыми взрослыми баскетболистами но у тренеров тоже свои суверия есть выигали не меняем кофточку там еще что-то дети зачастую у детей очень много суверий одевать кроссовки с одной ноги не дай боже не одел с другой зашнуровал не так еще что-то ну очень очень много но это работает но во многом ирина но это ведь чистая психология верно ну фактически да потому что мы таким образом настраиваемся на то что нам помогает можно найти внутреннюю силу уверенность себе когда она тренировками взращено например тренерами другой момент действительно что внешне это нам как бы такой как бы опора внешне на который мы опираемся и выносим из себя эту вот уверенность во внешний мир ну собственно это тотемы это вот эти все игрушки какие-то это футболки мне кажется виктор не согласится с тем что это чистая психология когда человек начинает заговаривать какую-нибудь вечер же делится своей энергией энергетикой и в результате то есть вот что что сейчас описывается это как талисман талисман может быть там не знаю счастливые трусы и там в них пруд продажи там например у кого-нибудь менеджера то есть вот он не одел их и все и день на смарку ничего не идет и он в них начинает верить даже там не то что он их там зарядил энергетикой это просто вот тоже как уровень психологии но ментальных вот этих конструкций программ нашей голове энергии здесь ни при чем вот но есть другие уровни например есть амулеты которые уже то есть заколдованы там зачарован и еще что-то в них вложена там сила намерения какие-то программы там стихийные там энергии еще что-то или там он священный например да там ниточки кто-то видел сегодня ниточку вот иерусалимские всякие штуки вот придумали и весь мир носит эти нитки хотя я бы лучше не носил ее почему чуши и программы а там непонятно еще чего вообще заложено помимо того что говорится вот ну либо да самому это все там включать так давайте разбираться человек сам это делает или кто-то может делать это за него тут чья воля и чья чьи законы внутри сильнее внутри предмета нет человеческие то есть вот и у меня есть супер уверенность то есть сейчас появится цифра 2 до где-нибудь и вот если мой закон вот вот она будет не нужно кто-нибудь возьмет там включит у вас там не знаю цифру 2 появится на экран уйдет все если я в этом не уверен и вы таки да ну нафиг не будет цифра добыть 3 то есть вы можете победить своим законом то есть в принципе так жизнь идет то есть мы во что-то вот верим очень чёрно это не фокус внимания потому что если вы говорите цифра 2 я сразу вижу на камере цифра 2 вы сказали 3 это фокус внимания камера номер 3 а есть какой-нибудь кубок который мы бы принесли им бы ничего не сказали они выиграли потому что сам по себе кубок волшебный с ним должны все выигрывать и это должно знать много людей то есть все равно все психологии получается ну как это энергия в том числе которая включает опять же человека энергетику и ментальные вот эти все штуки марина вы у нас участница нашего эксперимента которым покажем далее в программе про гороскопы скажите а в магию вы верите но не совсем магию могу сказать про то что в суеверие я не верю я верю в закон вселенной и то что мысли наши материализуют наши какие-либо цели или мечты и так далее также я верю в вещи и сны то есть ну не то чтобы даже верю я вижу вещи и сны то есть можно так сказать прервем наше обсуждение на рекламную паузу укоротить глюкозу и договориться с инсулином мы докажем что диабет не приговор необходимо за питанием следить личные истории и победы над заболеванием в телепроекте жизнь не сахар я поднимаю правую ногу немножко так чтобы человек не видел секунд 10 у меня все отпускает хорошо ранхит остеохондроз туннельный синдром это статическое напряжение рано или поздно вызовет мышечный спазм как бороться с заболеваниями приобретенными на работе необходимо делать короткие перерывы и проводить в это время простые упражнения это профессиональное новые выпуски каждый четверг в омском эфире телеканала продвижение телеканал продвижения крупнейших сервисах онлайн тв любимые программы можно смотреть на компьютере планшете или в телефоне смарт-телевизоре или тв приставки телеканал продвижение позитивно настроен в эфире самый мистический выпуск программы нестандартная легко о психологии говорим о магии волшебстве суевериях и гороскопах кстати виктор в вашей шкуре экстрасенса побывала у нас ирина мы попросили ее провести консультации ясновидения в одном из торговых центров омска разумеется ни о какой магии речь не шла ирина использовала свои знания психологии но как оказалось люди сами рады обманываться и наш второй эксперимент именно об этом главный герой этого эксперимента психолог ирина чердынцева которая согласилась на один день сменить сферу деятельности надеть обереги амулеты и прикинуться гадалкой объявляем акцию бесплатное гадание только сегодня и только одно в левую ручку камень теплеет и еще теплее пока желающие узнать свою судьбу заняты согреванием камней или выбором карт психолог наблюдает за их словами жестами и мимикой а в город хотите к детям дочери до по глазам читая да может быть час меньше но языков 5 точно знаешь или будешь знать не играешь музыкальные инструменты что-то такое получилось и бросила пожалела об этом и не знаю петь хочется как будто на сцене вижу иди туда это твои где-то очень глубоко сидит какая-то печаль первая любовь прям вот у меня сейчас слезки накатываются первая любовь какая-то очень сильная была и никак не отпущена из и с ним сравниваете всех глазки не проплаканных глазах очень много слезок сейчас опять начну плакать ирина не угадывает она действительно читает информацию только не из фантомного энергетического поля а прямо с лица человека так же о многом может рассказать его тело походка и даже поза поэтому психолог просит некоторых встать якобы для осмотра ауры меня беспокоит ваше отношение с папой что-то как-то с папой не очень все хорошо да его нет и вам его очень не хватает искали в мужа эту опору и не нашли до сих пор так и есть давно расстались с ним никакой магии но 8 из 10 клиентов уходят от ирины со словами хорошая гадалка всю правду обо мне рассказала улыбайся почаще тебе улыбка идет ирина как вы это делаете неужели по внешности человека можно сказать предположить или сказать что он играет на музыкальном инструменте или до сих пор лелеет свою первую любовь ну фактически да это уже мой опыт когда девушки если вот их бы вместе поставить да вот в этот ряд они такие сухоньки и субтильны и заинтересованным взглядом на который прячется то есть там творческое начало очень глубоко спрятано а вот про языки когда говорили это как там девушка очень с глазами познавательными но у нее очень вот вот это вот часть речевая до челюсть она очень подвижная значит она но по сути она не контактная значит она говорит а что значит если она не контактная говорит значит она изучает языки на чьи это интересно татьяна вот вы как врач сталкиваясь с такими вещами когда люди с одними теми же проблемами в жизни или может быть с одним и тем же психотипом болеют одними теми же болезнями или даже вот выглядят одинаково не ну конечно например люди гиперстейники у них определенные заболевания зачастую желчекаменная болезнь артериальная гипертензия у людей худых почему раньше не брали девушек худых замуж они чахоточные были они не могли родить детей заболевали туберкулезом и умирали когда не могли то есть они предрасположены к заболеваниям дыхательных путей и так далее слушай но мне бы сейчас хотелось устроить небольшой баттл давайте возьмем кого-нибудь какого-нибудь одного человека подопытного и ирина расскажет то что увидит она ориентируясь на психологию виктор то что увидит он своими способами татьяна расскажет чем может болеть этот человек теоретически кто согласен мария согласна давайте давайте просто не надо поставить или она может сидеть мне да мне желательно поставить потому что можете да просто стать ну я бы сказала что мария достаточно закрытый человек и не всех себе близко подпускает с отношениями в семье не все так видимо гладко не стой не с другой стороны прям дистанция существует между ею родителями но сейчас актуально что-то с мужчинами это поддержки не хватает с мужской стороны да с мужской стороны но это по крайней мере сейчас так быстро экспресс очередь выходите так но общее поле слабенькая без ну как бы ударов каких-то извне до каких-то людей но просто именно большая потеря энергетики удовольствие запрещаешь себе да но зато чувствуешь в принципе сердце работает спасибо по болячкам вот я бы сразу сказала не знаю правильно нет что желудочно-кишечный тракт кинекологии мне неудобно именно яичники вот и позвоночник все правильно да все трое эксперты абсолютно вот это да вот это мы сегодня команду собрали татьяна вы сталкивались со случаями после лечения вот разнообразными знахарями колдуньями приходили вам к вам люди после них приходят приходят потому если действительно человек не сильно болеет ему может это помочь а если действительно болезнь прогрессирует и человека уже приводит например когда они просто болит спина когда ноги отказали родственники привозят и говорят вот сделайте помогите начинаешь лечить и иногда очень поздно бывает либо лечится человек на ранних этапах когда максимально можно помочь и восстановить утерянные функции либо когда болезнь уже прогрессирует, когда потом сложности возникают в передвижении, в ходьбе и так далее. А кто-нибудь из здесь присутствующих имеет опыт обращения к каким-то магам, гадалкам? У меня был такой еще в начале работы очень интересный случай. Иду, и цыганка спрашивает, как пойти к медсанчасти? Она такая, туда повернете недалеко. Она такая, хорошо, можно я тебе что-то скажу? Она мне говорит, там определенного числа, там осень это была, будут очень большие изменения в жизни. У меня были мальчишки, еще такой первый набор практически, и попали, играли с сильной командой именно в этот день. И сыграли в ничью, и потом у меня капитан забил штрафной басок, то есть определяли уже по штрафным баскам. И именно с этой игры, с этого турнира эта команда пошла, и я вместе с ней, прогрессировать и в рост, в рост, в рост. И дошли до финала первенства России. Но я считаю, что это именно поагаму, что заложили поагаму такую, что дали скачок психологический. В случае гадалок и экстрасенсов речь хотя бы идет об индивидуальном подходе. А вот когда речь идет о гороскопах, то мне кажется, это полный абсурд. Людей просто делят на 12 категорий. И когда по радио, например, говорят, что раков сегодня ждет финансовая удача, я вот прям представляю, как целая толпа людей, родившихся в один месяц, хором находят кошельки, получают премии. Но это очень примитивное восприятие, очень сложная тема. Давайте о гороскопах поговорим подробнее сразу после рекламы. Я, наверное, всегда слушаю свое сердце. Вот прям вот сто процентов вот это дзынь. Хотите заглянуть на кухню женского бизнеса? Основной наш канал продвижения – это сарафанное радио. Пошел, косико, хорошее. Мечтаете узнать, как в декрете построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается, все связано с детьми. Это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение. «Мама в деле». Новые выпуски каждую субботу в Омском эфире телеканала «Продвижение». Культовые детективы. Любимые сериалы. Как дела? Мировое кино. Ежедневно, круглосуточно, на «Продвижении». И один из самых успешных комиков в мире. Ищите «Продвижение» в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения. И больше не переключайтесь. Самое, пожалуй, яркое для меня впечатление эмоциональное – так называемые драма-баттлы. Есть свободное время? Мы покажем самые интересные места города. Ты находишься в самой картине один на один. Представим вам главные культурные события недели. С полным правом заявить «Выходные огонь» смогут и зрители нашей программы. Свободное время. Искусству нужно учиться, как любому делу в жизни. Откровенные. Не хочу, чтобы зрители видели страх от картин. Интересные. Я мог. Всегда из перспективы от вас. Неравнодушные. Пусть музей будет чудом, пусть посещение музея будет радостью. Наши люди. Новые выпуски каждое воскресенье в Омском эфире телеканала «Продвижение». С вами НЛП. Нестандартно и легко о психологии. Сегодня мы говорим, есть ли место магии и суевериям в современной жизни. Мы остановились на астрологии. Татьяна, скажите, а вы верите в гороскопы? Я верю в астрологию. Мне когда-то давно составили карту. И достаточно неплохо. Я не помню уже, мне было там лет 15-16, когда мы еще определялись в профессии. Меня кидало в разные стороны. Ну и, в принципе, как мне сказали, так у меня в жизни и сложилось. По поводу астрологии. Мне также создавали натальную карту. Моей маме также создавали натальную карту. И существуют определенные планеты, которые управляют именно, так сказать, не тобой, но вот, которые связаны с тобой. Как вообще планеты могут влиять на жизнь каждого индивидуума? Какое вообще дело планетам до каких-то характеристик, до какого-то отдельного человека на планете Земля? Как это вообще происходит? Мы живем все в потоке нейтриночастиц, которые сквозь атомы пролетают, не замечая атома. Соответственно, то есть Солнце излучает поток этих частиц. И еще какие-то там звезды, то есть, светят на человечество. И в итоге планеты экранируют собой, преломляют, как-то изменяют этот поток. А мы в нем считываем. Это вот как информационное поле. Думаю, пришло время показать наш третий эксперимент, в котором мы наглядно продемонстрировали, что гороскоп – вещь очень обтекаемая и составляется так, чтобы большинство людей могли сказать «да, это про меня». Смотрим. Эти 12 человек – представители всех знаков Зодиака. Сейчас мы зачитаем характеристики на каждый знак, составленные известными астрологами. Вот только испытуемым не скажем, о ком речь. Их задача – ответить «да» или «нет». Начнем. Только вы способны справиться с задачей «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Особенно, если есть стимул. Да. Вы любите и умеете работать. Важно видеть результат своих трудов. Тогда у вас будет еще больше стимул. Да. Представители этого знака очень любознательны. Они ценят впечатление и стремятся прожить жизнь так, чтобы было о чем вспомнить. Да. Вы кажетесь белыми и пушистыми, но наступает момент, когда показываете свое жало. Да. Вас не заставить жить размеренной и серой жизнью. Вокруг вас обязательно должен быть праздник, музыка и люди. Да. Вы – серый кардинал. Все подмечаете, все замечаете. У вас отличная память и аналитический склад ума. Да. Вы – сомневающаяся натура. Вам сложно принимать решения. Да. В вас сидят и перфекционист, который старается все сделать идеально, и фаталист, верящий в судьбу. Да. Вы считаете себя борцами за правду, но сами порой можете солгать для красного словца. Да. Вы привыкли всего добиваться сами, поэтому цените тех, кто так же, как и вы, живут своим горбом. Да. Вы можете найти общий язык с кем угодно. В вашем окружении можно найти людей абсолютно разных социальных слоев и достатка. Да. Большинство представителей вашего знака – большие мечтатели. Они строят грандиозные планы, а вот реализовывать их не очень торопятся. Да. Итого у нас обнаружилось 7 скорпионов, 8 львов, 9 близнецов, 11 тельцов. Характеристики козерогов и водолеев подошли вообще каждому испытуемому. Самое интересное – описание своего знака зодиака многие проигнорировали, ответив «нет». И никто из них не смог опознать, в каком случае о ком идет речь. Мария, вы лев. Как вы считаете, вы полностью соответствуете описанию своего знака? Не совсем. Мне даже многие говорят, что я на льва-то особо не похожа. Тут опять же я основываюсь на астрологии более чем, нежели чем на гороскопы. То есть есть определенные характеристики, которые касаются общих, так сказать, гороскопов. А есть именно индивидуальная характеристика. То есть на это влияет воспитание родителей в детстве, окружение, общество. Ну, в каком-то обществе был. Опять же, если по астрологии судить, то, допустим, число твоей судьбы, там, в каком ты месте родился, когда ты, ну, во сколько родился, какого числа. Это все индивидуально. Ирина, а мне интересна психологическая основа гороскопа. Вот все-таки зачем мы прислушиваемся к этому, да, и на чем строится? Я, наверное, повторюсь. Я сказала, это когда мы не имеем в жизни опоры. Вот Татьяна сказала, да, что когда она определялась с тем, куда пойти, внутри этой опоры нет. Мы выбираем внешнюю опору. Это либо родители. Родители говорят, пойдешь там экономический вуз и будешь экономистом. Человек такой, ну, да, наверное, они лучше знают. То есть снятие с себя ответственности буквально это. Потому что я сразу вспомнила, как вот наш гример рассказывал о том, что сегодня вот в ближайшее время все ссорятся и друг друга не понимают, только потому что ретроградный Меркурий сейчас очень активен. И в этот же день у нас были проблемы на работе. Да, мне, например, стало легче. Я поняла, что все, что происходит у нас не так, можно спереть на Меркурий. Да, это не мы. Мы хорошо работаем, у нас нет проблем. Наталья, а вы верите в гороскопы? Нет? Ну, действительно, вот так вот, читая гороскопы, все равно в молодости увлекаешься, вот читаешь, вроде читаешь, читаешь одного, второго, третьего. Ну, действительно, очень похоже, очень обтекаемые фразы везде. Ну, прислушивайтесь, когда по радио утром, там, днем рассказывают о том, что кто вы по гороскопу? Козерог. А кто по гороскопу знает, что козерогам сегодня лучше сидеть дома и в баскетбол не играть. А вот у меня еще интересует опыт, опять же, Татьяна. Вот вы сказали, что вы верите в гороскоп, да, у вас все совпадало. А в работе вы, когда работаете, вы как-то ориентируетесь на эти вещи? Нет, нет, нет. Нет, иногда, конечно, есть такие суеверия. Я вот, когда дежурю, чтобы меньше больных было и менее тяжелые больные, стараюсь определенные, как бы, вот, дежурство одевать, какие-то вещи. Ну, иногда помогает. Ну, это как у вас, да, футболки не переодевать. Правда, вот, помогает. И вот как-то последний раз не одела, так вообще даже не прилегла на ночь. Прямо пациенты за пациентами, пациенты за пациентами, и тяжелые, и все. Ну, вот это вот есть, да. А в гороскопы нет, в гороскопы, ну, как вот, человек болеет, ему надо помогать. Как я не пройду на прием? У меня есть работа, которую я должна делать. Ну, то есть, если даже взять за аксиому, то, что магия, суеверие и гороскоп – это все ерунда и бесовщина, оно может быть плюсом. Немецкие ученые установили, что люди, которые верили в удачу, они становились увереннее, и удача сопутствовала им. Ну, против таких суеверий даже я ничего не имею. Верить в лучшее и программировать себя на него – отличная идея. Заодно запрограммируйте себя на просмотр нашей программы ровно через неделю на телеканале «Продвижение». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова